Централизованное тестирование в нашей стране в этом году началось позже обычного, 25 июня. Дополнительное время молодые люди использовали для усердной подготовки к экзаменам. И, как оказалось, не зря. Очередная вступительная кампания прошла для абитуриентов Брещена достаточно успешно. Кроме того, на каждом пункте тестирования соблюдались все меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Реализовать задуманное удалось всем. Организаторы вступительной кампании были довольны условиями проведения, а абитуриенты – высокими баллами по итогам. В Брестской области у нас на сегодняшний момент имеется 21 ступальный результат. Это достаточно хороший результат. Конечно, хотелось бы, может быть, и побольше, но по сравнению с прошлым годом, как говорится, достаточно много. Из более чем двух десятков умников и умниц – четыре жители Бреста. Сегодня Артем Конаратюк, выпускник лицея номер один, с улыбкой вспоминает экзамены. Волнение присутствовало, но уверенность в своих знаниях была выше. Заветный ступалов молодой человек получил по одному из самых сложных предметов по математике. Успешные результаты позволили поступить на бюджет в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и выбрать специальность, связанную с программированием. Это тестирование было довольно необычно в связи с необычной ситуацией. Даже по математике, по предмету, который у меня набрал 100 баллов, разделили на два дня. И каждым из этих дней были, в принципе, довольно разные задания. Даже по темам их невозможно было соотносить, но, в принципе, это довольно решаемо. 95% усилий, которые нужны для того, чтобы сдать ступал математики, это чисто прорешивание вот этих шаблонных тестов. За разные года, можно с репетиторами, можно из каких-то иных источников, которые репетиторы сами готовят, укладывают в сеть. Попрощаться с родными стенами 14-й школы перед отъездом в столицу пришел еще один обладатель стабалов. Егор Томельчик получил самую высокую отметку по предмету обществоведения. Верным куратором и помощником на этом пути для Егора была мама-педагог. Сегодня, прогуливаясь по школьному дворику, в душе юноши легкая грусть от того, что нужно покидать родной город. Но глаза горят. Егор стал студентом бюджетной формы получения образования в БГУ, выбрав для себя юридический факультет. После того, как все ЦТ были сданы, я уже выбирал между БГУ и БГУ. Прежде всего, БГУ – это между юридическим и экономическим. Я поступил в лучший университет страны, в БГУ, специальность юриспиденции, она самая лучшая в стране, поэтому я доволен своим выбором. Очень сложный год был. Это еще и работа над аттестатом была, потому что аттестат тоже такую достаточную роль играет. И просто это был марафон на длинной дистанции. Это было достаточно сложно. Я не могу сказать, что мне было все так легко давалось. Конечно, благодаря тому, что я хорошо учился на протяжении всех этих годов, это мне очень помогло, но я очень сильно трудился, считаю. У каждого из этих ребят был свой путь к успеху, но их результаты – это подтверждение простой истины. Если ты чего-то очень хочешь, то это обязательно получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...